Итак, друзья, что если у вас одни выходные в Англии и вы хотите их интересно провести? Скорее всего, вы приземлитесь в аэропорт Хитроу в Лондоне, город, который сам по себе бесконечно богат на достопримечательности. Хотя, возможно, вы в Лондоне уже все посмотрели и рассматриваете варианты куда-нибудь промотнуться. В этом выпуске мы проводим выходные в Англии и рассмотрим несколько лондонских достопримечательностей и альтернативы для любителей покататься. Знаменитая площадь Лейстер-Сквер в Лондоне. Это пешеходная площадь в Вест-Энде в Лондоне. Она имеет знак с надписью «Theaterland». Она известна своими кинотеатрами, которых насчитывают 6 штук, и театрами, которых более 50. Здесь же на площади проводятся кинофестивали. Есть рестораны, пабы, клубы. Место также считается центром ночной жизни Лондона. Здесь десятки, если не сотни, ночных клубов и дискотек. А еще эта площадь – место встреч знаменитостей. Ведь здесь проходят премьеры, на которые и приезжают артисты кино и эстрады, и даже члены королевской семьи. Лондон богат небоскребами и садами. Вы, наверное, могли в этом убедиться по моим прошлым видео. Здесь есть место – Sky Garden, которое сочетает в себе сразу две достопримечательности. Sky Garden – это необычный сад на вершине небоскреба Walkie-Talkie, что можно перевести как «рация». Собственно, небоскреб в самом деле внешне ее напоминает. Он построен в историческом центре Лондона, из-за чего возникает вопрос, каким образом здесь появилось стеклянное здание из 37 этажей, которое так выделяется на фоне остальных. В свое время инвесторы запросили разрешение на постройку у властей города, и те разрешили. Но с условием. На крыше должен быть общественный парк с бесплатным входом для всех желающих. Таким образом, на крыше здания появилась смотровая площадка с растениями и зеленью. Сад разбит на три части. На верхнем уровне находится тенистый лес с фиговыми деревьями и папоротником. В средней зоне разные пальмы, придающие экзотическую нотку. Ну а на нижнем ярусе находятся цветы. Ну и, конечно, достопримечательность, которая нравится всем детям – аквариум Sea Life. В аквариуме выделены две основные части – Атлантическая экспозиция и Тихоокеанская. Сами они поделены также еще на несколько зон, среди которых такие, как прогулка с акулами, коралловый риф Немо, лагуна скатов и многие другие. Аквариум выполняет не только развлекательную роль, но и научную функцию. Здесь проводят исследования проектов восстановления популяции рыб и других морских животных на грани исчезновения. Тут представлены три рыбы-робота – карпы, которые реагируют на изменения окружающей среды. Плавают по аквариуму, будучи управляемыми сложными сенсорными устройствами. Такие рыбошпионы помогают в изучении водного мира изнутри, находя проблемы и устраняя их. Ученые также работают над тем, чтобы внедрить таких роботов в дикую природу. И, конечно, какой Лондон без его рынков? Англичане любят рынки. Наиболее популярные – Камден Маркет, Портабелла Роуд и Лиденхолл Маркет. Камден Маркет сперва в 70-е годы был арендован творческими молодыми людьми, которые использовали место в качестве мастерских. Затем место стало расширяться, а на его территории стали появляться антикварные лавочки, магазины с шедеврами художников, винилом и одеждой. Сегодня здесь можно найти музыкальные инструменты, антиквариат, национальные костюмы разных культур, хендмейт-товары. На рынке Портабелла у посетителей есть возможность найти также и раритетные постеры, открытки, коллекционные книги и пластинки. Название рынка могут вспомнить киноманы. Именно здесь разворачивалось место действия фильма «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом. Лиденхолл – один из самых старых рынков города. Торговля здесь велась и еще во времена Средневековья. Рынок представляет собой комплекс галерей под стеклянной крышей, благодаря чему здесь по-прежнему царит атмосфера прошлых лет. Сцены в косом переулке из Гарри Поттера снимались именно здесь. Но из шумного мегаполиса предлагаю отправиться вам на самый край Англии. Лэнс-Энн – графство Корнуэлл. На юго-западе Англии. Так и переводится – край Земли. Местные жители долгое время вообще не хотели себя считать частью Англии. Об этом напоминает также тот факт, что Корнуэллский язык на этой территории был основным аж до 18 века. Однако память о нем все равно осталась. Заключенная в разных названиях. Название деревни Маусхолл произносится как «Муз». Название деревни переводится как «Мышиная нора» и имеет свою историю. Вход в гавань, на берегу которой находится деревня, довольно узкий, как «Мышиная нора». Когда-то в этой деревне жил старый рыбак со своей кошкой. Однажды, незадолго до Рождества, началась сильная буря, и рыбак вместе с кошкой решили пойти добывать рыбу, чтобы жителям деревни было что есть. Они наловили кучу рыбы, а когда вернулись домой, обнаружили, что все жители деревни вышли встречать их с лампами в руках. С тех пор в деревне Маусхолл или Музл есть своя традиция. Каждое Рождество сюда приезжают жители всего графства и зажигают свечи в память тех, кто не вернулся с моря. И раз уж мы с вами приехали на край света, английского, то давайте посмотрим, что здесь есть посмотреть. Эта местность славится своими пляжами. И мы с вами едем на один из них – Пэдден Вандер. Находится недалеко от мыса Логан-Рок, ниже утеса Трин. Название происходит от корнвейльского «Пэдден» – «Голова» и «Вандер» – «Переулок». Добраться до пляжа можно по прибрежной тропинке вдоль скал. Если вы просто решите прогуляться по данной местности, поверьте, вы не останетесь равнодушными к видам, которые здесь открываются. И, конечно, мало кто может себе представить Англию без Оксфорда. Про сам город рассказывать не буду. О нем лучше детально посмотреть на моем втором канале «Смапс». Там и про университеты, про съемки Гарри Поттера и много чего еще. А сейчас я расскажу вам про музей Пита Риверса. Это музей Оксфордского университета. Посвящен он этнографии и археологии. Чем же он так интересен? Кто помнит Джеймса Кука? Да, это тот малый, который сделал кругосветное путешествие. Так вот, именно здесь представлена часть коллекции, собранная Джеймсом во время кругосветки. Сама же история музея начинается в 1884 году, когда исследователь Огастес Пит Риверс подарил вузу свою коллекцию оружия и других предметов. Уже тогда коллекция насчитывала около 25 тысяч экспонатов. Но у дарителя было условие, которое он выдвинул университету. Взяв эти экспонаты к себе, Оксфорд должен был создать в своем вузе кафедру антропологии. Собственно, на сегодняшний день музей представляет собой научно-учебную базу при кафедре антропологии университета Оксфорда. Здесь были собраны самые ценные экспонаты со всего мира, рассказывающие о жизни народов Тасмании, Бирмы, Японии и многих других стран. Следующая часть видео специально для спортсменов. Национальный музей футбола в Манчестере. В 2001 году музей основал Кевин Мур, американский музыкант. А в 2003 году музей совместно с университетом Центрального Ланкашира создали Международный футбольный институт с целью проведения исследований в исторических, социальных и культурных сферах футбола. В 2005 году музей получил титул «Большая достопримечательность года» от Tourism Awards. Находится музей в футуристическом высотном здании из стекла, которое является бывшим зданием выставочного центра Urbis. Создатели использовали также интерактивные сенсорные технологии. Здесь футбольные болельщики могут сыграть футбол двое на двое, отточить пасы и проверить свою реакцию на воротах, и даже примерить форму судьи. А сейчас мы любителям музыки. Музей British Music Experience в Ливерпуле. Музей, посвященный индустрии музыки в Британии, не только показывает ретроспективный взгляд на британскую музыкальную индустрию с 1944 года, но и содержит музыкальные артефакты, интерактивные инсталляции с цифровыми технологиями. Музей переместился сюда в 2014 году, а до этого, с 2009 года, он находился в Лондоне на арене O2. В музее несколько зон. В первой можно узнать историю о музыке в разных городах, указав на него на небольшой интерактивной карте. Вторая зона рассказывает о различных технологиях, начиная с радио и заканчивая кассетными плеерами. Третья зона посвящена диджеям разных времен. В четвертой зоне расположен танцпол, где можно выбрать любой стиль и станцевать, наблюдая за инструкциями на большом экране. В следующей зоне каждый желающий может попробовать себя в качестве гитариста. Есть здесь и основная сцена, на которой происходит концерт Боя Джорджа, а точнее певца из голограммы. Но, конечно, в таком путешествии в Англию, как обойтись без ресторана, а точнее паба. Лендогер Троу – это исторический паб в Бристоле. Построен он еще в 1664 году на Королевской улице неподалеку от Бристольской бухты. Частично паб был разрушен одной из бомб во времена Второй мировой, но большая часть здания все же уцелела. Говорят, что Дэниел Дефо, автор книг о Робинзоне Крузе, встретил в этом пабе шотландского моряка Александра Селкерка, который и стал прототипом главного героя. Также паб является и прототипом трактира «Адмирал Бенбоу» Романа Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк. И, конечно, заходите на наш второй канал «Смапс Эдюкейшн», где мы рассказываем о зарубежном образовании и учебных заведениях по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова